Добрый день! 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 Я здесь не могу не отметить, что меня поразило, когда я готовилась к нашему сегодняшнему выступлению и встрече, что 80% корпоративного богатства в технически развитых странах составляют нематериальные активы. То есть это, собственно говоря, и есть та интеллектуальная собственность, которую создают люди, которую придумывают люди. Мы много говорим о обществе цифровом, о экономике будущего. Например, исследующие многих футурологов говорят о том, что буквально в 2025-2027 годах уже произойдет вот это изменение профессий, связанное с роботизацией. Если очень многие профессии начнут исчезать, то самыми востребованы будут креативные профессии, где люди могут придумывать так называемый контент, который впоследствии становится интеллектуальной собственностью. Перехожу к Матч ТВ, чтобы вам были понятны цифры, которые нами достигнут. Что такое телеканал Матч ТВ? Как вы понимаете, 70% нашего канала составляют трансляции и 30% составляют околоспортивный контент, права на который принадлежит абсолютно нам, потому что мы его создаем, мы его амортизируем, мы его продаем, мы его предлагаем и так далее. Что такое трансляции? Это 4,1 тысячи часов в месяц, это практически в три раза больше, чем на Sky Sport. Это реально очень большие цифры. Ну и околоспортивный контент, я тоже приведу цифры, достаточно впечатляющие. Так как мы покупаем трансляции, как вы понимаете, вот чтобы вы понимали, каждый раз, каждое соприкосновение с контентом, который мы покупаем, стоит денег. То есть нам, чтобы, условно говоря, повторить матч Лиги Чемпионов или взять какой-то эпизод из Лиги Чемпионов или из любого другого спортивного турнира, нам все время нужно заново передоговариваться с правообладателем. Очень жестко в этой ситуации выступает тот же МОК, который вместе с, собственно говоря, бродкастерами, которые показывают Олимпийские игры, очень четко регламентирует все возможности, которые есть у покупающих сторон, то есть у телевидения. Ты все должен согласовывать, начиная от того, какой может быть студия, какие, соответственно, цветовые решения могут быть в студии. Почему? Потому что все деньги, которые зарабатываются, они являются частью экосистемы. То есть МОК зарабатывающий на этом деньги инвестирует в новые виды спорта, которые становятся более смотрибельными. Телевидение, соответственно, хочет показывать эти виды спорта. И там абсолютно зарегламентированный, продуманный процесс с очевидной стратегией, чтобы все стороны, все участники этой экосистемы зарабатывали как можно больше денег для того, чтобы впоследствии можно было производить еще более интересный интеллектуальный контент, который дальше можно будет развивать. Околоспортивный контент, о котором я так много говорю. Что это такое, например, на телеканале Матч ТВ? Ну, например, с 2018 года, с начала 2018 года, нами созданы более 100 материалов, которые, собственно говоря, на околоспортивном периоде стоят, например, олимпиады. Чуть вы, что, например, вот с начала года мы показали 5127 минут околоспортивного контента. Думайте, здесь 749 минут, это премиальный контент. Что значит премиальный контент? То есть вот прошла премиера, соответственно, так как мы произвели этот контент, все права на этот контент у нас, мы можем этот контент повторять, мы можем этот контент продавать. Вот в рамках, например, того же чемпионата мира по футболу мы сейчас создаем очень много околоспортивных программ, которые рассказывают, с одной стороны, внутри нашей страны о традициях футбольных, и плюс, как бы, да, там, о вообще традициях футбольных болельщиков во всем мире. И, естественно, у нас есть очень много интересной кооперации, там, с теми же коллегами, например, с бразильского телевидения, с Глоба. Мы к ним ездили еще в период бразильской олимпиады и, собственно говоря, сохранили эти контакты в рамках чемпионата мира по футболу. Естественно, им интересно, как мы воспринимаем футбол, им интересны наши футбольные традиции, они охотно делятся своими футбольными традициями. Но это все не только мир, дружба и фестиваль, это, естественно, обмен контентом, который стоит денег. То есть контент они могут покупать у нас, мы можем покупать у них, мы можем делать контент вместе и, соответственно, делить шер-профит от этого контента также совместно. Дальше, например, для того, чтобы было понятно, как устроена система увеличения и уменьшения околоспортивного контента, раз уж у меня есть возможность об этом рассказать, конечно, она зависит от того, в каком периоде мы находимся. Когда, например, в эфире идет Олимпиада, понятно, что большинство эфирной сетки занимает показ Олимпиады. Как только Олимпиада заканчивается, соответственно, мы практически в два раза, идет двухкратный рост с 779 минут до 1762 минут околоспортивного контента, который заменяет вот то пространство, которое остается после показа Олимпиады в сетке. Из программ некоторых, которые не могу не отметить сегодня, хочу отметить и обратить ваше внимание, если еще не видели, уникальный формат, это когда, собственно говоря, удалось уговорить спортсмена стать ведущим, это, соответственно, спортсмен Алексей Ягудин. И вот это абсолютно пример интеллектуальной собственности. Например, Алексей Ягудин у нас является ведущим программы, на интервью которому уже пришли тот же победитель пхенчанца Олимпиады Илья Ковальчук и та же олимпийская чемпионка Женя Медведева. Что значит интеллектуальная собственность в понимании телевидения? Если мы хотим снимать фильм о, допустим, Илье Ковальчуке, мы можем, так как мы являемся правообладателем, использовать любой фрагмент из этого интервью в фильме, соответственно, Илье Ковальчуке. Если мы снимаем контент о Жене Медведеве, мы можем использовать уникальные кадры, уникальные цитаты из этого интервью. То есть таким образом образуется экосистема, когда при помощи вот такого контента мы этот контент можем мультиплицировать, мы его можем амортизировать. Будут следующие олимпиады, на которых будут принимать участие данные спортсмены, я имею в виду, допустим, Ковальчука или Женю Медведеву. Мы, соответственно, можем брать этот контент и использовать всегда, когда мы хотим, в любом количестве, как мы хотим, в любом количестве минут, как он посчитаем нужным. Почему? Потому что, еще раз подчеркну, мы являемся правообладателями, производителями данного контента. Также заинтересованные страны, например, у нас были такие случаи, в случае там с тем же Женей Плющенко, очень часто обращаются западные, те же бродкастеры, которые хотят получить какие-то уникальные материалы, связанные с его интервью, с многими спортсменами, которых любят на Западе, касаемо всех олимпийских чемпионов. Часто обращаются, если знают, что он на что-то есть, нужны какие-то цитаты, и это, естественно, надо выкупать. Таким образом, возвращаясь к телеканалу Матч ТВ, раз уж мы находимся в Калининграде, в рамках чемпионата мира по футболу, не могу не отметить, что очень много интересного контента, околоспортивного контента мы готовим для болельщиков именно к началу чемпионата мира по футболу. Но, например, есть два таких интересных формата, это формат «Собери сборную» и «География сборной». Вот было очень приятно, что, например, вчера, когда я была на стадионе, общалась с болельщиками, болельщики меня радостно встречали, потому что мы как раз Калининград уже на выходных показывали. То есть мы снимали, как готовится, соответственно, Калининград к чемпионату мира по футболу, мы как раз показывали, собственно говоря, уже предварительно стадион Калининград, и таким образом уже у нас вот такая лояльная аудитория здесь образовалась. Также не могу не отметить программу Шмурнова, которая будет называться «Футбольное столетие». Она, собственно говоря, будет посвящена также чемпионату мира по футболу. Но и еще раз хочу подчеркнуть, что в рамках 21-го чемпионата мира по футболу будет очень много околоспортивного контента, который будет нашей эксклюзивной собственностью, который, безусловно, может быть интересен другим бродкастерам, которым мы это будем продавать. И таким образом на протяжении всего чемпионата мира по футболу, после чемпионата мира по футболу и в преддверии следующих чемпионатов мира по футболу, мы можем этот контент опять-таки показывать, мы можем этот контент амортизировать, мы можем этот контент продавать и таким образом постоянно на нем зарабатывать. И вот раз уж я говорю о заработке, заканчивая свое выступление, я уверена, что все коллеги будут говорить о защищенности интеллектуальной собственности. Я хочу сказать, что здесь очень важно подчеркнуть, нас часто даже не обвиняют, а предъявляют претензии, связанные с тем, что вот кто-то хочет использовать наш контент, не покупая его у нас. И объясняя это тем, что, условно говоря, они популяризируют спорт таким образом. Но также можно снять любое пиратское кино до выхода его в кинотеатрах, на телефон выложить и сказать, что вы знаете, мы вот так популяризируем кино. Так кино не популяризируется, и спорт так не популяризируется. Чтобы популяризировать контент, надо производить качественный контент. А чтобы производить качественный контент, его, а, надо производить ради на это деньги, если кто-то хочет его мультиплицировать, то он должен его показать или делить, соответственно, расходы по производству этого контента. Мы тоже не против. Поэтому у нас, например, в том же контакте замечательные партнеры, которые при появлении любого пиратского контента способствуют его удалению. Таким образом, заканчивая свое выступление, хочу сказать, что разговор на самом деле очень серьезный. И слава богу, что мы уже понимаем, что добавочная стоимость, о которой я уже говорила, интеллектуальной собственности может порой превосходить любой капекс. Поэтому я сегодня хотела бы, уважаемые панелисты, чтобы вы очень четко объяснили, первое, какая зона заработка у вас уже сегодня есть, и вы ее видите. И самое интересное то, что, безусловно, всем присутствующим интересно, будущее, перспективы. То есть, насколько высоким будет рост вашей интеллектуальной собственности с точки зрения стоимости. Как вы ее прогнозируете, как вы видите, какой потенциал на ближайшие хотя бы пять лет. Поэтому спасибо большое за внимание. Сейчас, если позволите, я начну по порядку, так как я вас уже, собственно говоря, представила. Вы готовы? Готовы. Замечательно. Тогда, если позволите, я приступлю к первому панелисту. Это, собственно говоря, Заурбек Албегонов, старший советник представительства УВС в Российской Федерации. Здравствуйте, Заурбек. Здравствуйте. Ну что ж, основной вопрос, с которого я начну нашу с вами панель, это какие возможности есть для защиты брендов. Я очень много говорила о том, что пиратство по-прежнему является проблемой. И для того, чтобы эту проблему мы смогли преодолеть, нам необходимо научиться защищаться. Наверняка вы знаете, как защищаются товарные знаки на международном уровне, и какие, собственно говоря, перспективы, и какие правила, какие условия есть для защиты брендов в нашей стране. Да, спасибо большое. Добрый день, дамы и господа. Я представляю сегодня здесь, на данном мероприятии, Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Это одно из спецучреждений системы Организации Объединенных Наций. Мандат которой наша организация заключается в развитии сбалансированной эффективной системы интеллектуальной собственности в мире. И наша организация очень много делает для того, чтобы помогать бизнесу, помогать крупному бизнесу, малым и средним предприятиям выходить на глобальные рынки, защищать свою интеллектуальную собственность за рубежом, понимать, какие есть инструменты, что можно предпринять для того, чтобы за счет своих нематериальных активов получить прибыль и, собственно, быть конкурентоспособными на мировом рынке. В первую очередь, ВАИС, как международная организация, 191 государство-член входит в ВАИС, это глобальный форум, который позволяет государственным членам вырабатывать новые нормы, правила игры, стандарты для того, чтобы система интеллектуальной собственности в мире была гармонизирована, для того, чтобы бизнес понимал и имел представление о том, как ему защищать свою интеллектуальную собственность за рубежом в конкретных отдельных странах. И для этого ВАИС делает очень много. Это первое. Второе – это то, что Всемирная организация интеллектуальной собственности – это очень большой источник информации, большой источник различных платформ, сервисов, баз данных, которые позволяют бизнесу проводить поиски. Например, вы можете абсолютно бесплатно с использованием баз данных ВАИС провести поиск, узнать, есть ли какие-то товарные знаки за рубежом, которые препятствовали бы вашей регистрации за рубежом, есть ли возможность у вас зарегистрировать патент, зарегистрировать промышленный образец. Все это бесплатно, все это абсолютно просто, свободно и доступно для всех. Также ВАИС – это большой источник аналитической информации, различные исследования, экономические исследования проводятся организацией. В продолжении вашего теддиса о роли нематериального капитала хотел бы упомянуть недавний доклад, который был в конце прошлого года организацией выпущен, как раз о роли нематериального капитала в глобальных цепочках добавленной стоимости. И как раз результаты этого доклада показывают, что как минимум треть добавленной стоимости в глобальных цепочках производства товаров и услуг приходится на нематериальный капитал. И это, как правило, вдвое больше, чем приходится на непосредственно материальный капитал. Поэтому в этом плане мы наблюдаем растущее понимание значимости интеллектуальной собственности, в частности, значимости в том числе и брендов. Мы видим это в рамках третьего основного направления деятельности организации – это глобальные регистрационные системы. В рамках мадридской системы, которая позволяет посредством подачи одной заявки на одном языке с уплатой одного набора пошлин, получить правую охрану в 116 странах, участницах мадридской системы. Собственно, мы видим уже на протяжении восьми лет растущий интерес государств и бизнеса в мадридской системе. Кстати, хотелось бы отметить, что в прошлом году мы также наблюдали рост количества заявок от российских заявителей на 24 практически процента. Выросло количество заявок от россиян. Это уже второй год, когда двузначный рост в процентном отношении российские заявители демонстрируют. Это, кстати, немножко расходится, входит в противоречие с тем, что мы вчера слышали. На пленарном заседании говорилось о том, что количество заявок падает. Это в отношении патентов. В частности, говорилось, в рамках системы PCT мы также в прошлом году наблюдали более чем 20% рост заявок от российских заявителей. И Россия, кстати, традиционно входит в пятерку наиболее указываемых стран. Что это значит? Это значит, что российский рынок интересен для иностранных производителей. И они, собственно, регистрируют товарные знаки для выхода на рынок, для, собственно, инвестиций в российскую экономику. Ну, естественно, ключевые заявители в рамках мадридской системы – это крупный бизнес, крупные компании, такие как Ларя, Лепел, Навартис, фармацевтические компании и так далее. Но я хотел бы отметить, что 80% заявок в рамках мадридской системы поступают от малого-среднего бизнеса. То есть, одна-две заявки, один-два товарных знака регистрируются. Собственно, это подтверждает, что этот инструмент, он, как бы, довольно гибкий и позволяет и малому бизнесу выходить на зарубежные рынки и регистрировать свои права. Я хотел бы также упомянуть ГАКскую систему международной регистрации промышленных образцов. Это, естественно, не бренды в чистом виде, но вчера об этом говорилось уже. Россия с 28 февраля этого года присоединилась к ГАКской системе. Российские заявители смогут с этой даты, собственно, пользоваться всеми преимуществами ГАКской системы и регистрировать свои промышленные образцы. То есть, дизайн, внешний вид изделий на зарубежных рынках. А мы знаем сами, что иногда в отношении каких-то конкретных товаров, внешний вид, он даже больше вызывает ассоциацию с конкретным производителем, чем тот же товарный знак. Ну и в конце я также хотел бы упомянуть о Лиссабонской системе, которая, собственно, призвана упрощать международную регистрацию на именование мест происхождения товаров. Она менее развита, чем другие наши международные регистрационные системы, но она позволяет такой важный объект интеллектуальной собственности, как наименование мест происхождения товаров и, собственно, товары, которые имеют особые свойства, обусловленные природными, людскими какими-то особенностями. Мы можем регистрировать за рубежом. Россия пока в Лиссабонской системе не участвует, но в 2015 году Лиссабонская система была пересмотрена. Был принят Женевский акт Лиссабонской системы, который расширяет границы системы, делает ее более привлекательной для потенциальных государств-членов. И, насколько мы знаем, у России есть интерес в Женевском акте, и, собственно, надеемся, что в ближайшее время конкретные шаги по в этом направлении Россия будет предпринимать. И вот я знаю, что один из следующих спикеров будет об этом более подробно говорить. Заурбек, спасибо вам большое за ваше выступление. Прежде чем я перейду к следующему выступающему, не могу не воспользоваться имеющейся у меня возможностью и спросить у вас. У вас колоссальный опыт в сфере защиты брендов, то есть вы знаете, как они регистрируются, вы знаете, как они защищаются. Но не знаю, насколько корректный такой вопрос, но, тем не менее, журналистский, не могу не спросить. Вот три самых быстро растущих у вас на глазах брендов России. Можно из среднего бизнеса, не обязательно брать сразу гигантов. Вот интересно, чтобы за последние пять лет вот это бренды, которые вышли, которые научились защищать свою интеллектуальную собственность, которые оформились, как вы об этом говорите, и рост которых в том числе и отразился на их капитализации. Ну, тут мне сложно давать какие-то оценки. Здесь, наверное, представители национального патентного ведомства больше в этом осведомлены. Я единственное могу привести пример одного из крупнейших заявителей в рамках мадридской системы в последние годы – это транснефть. То есть они действительно выходят на рынок, регистрируют большое количество товарных знаков, и действительно, наверное, это им помогает в их бизнесе. Спасибо вам большое. Будем надеяться, потому что интересно, на самом деле, что кто-то расскажет про средний бизнес, который вырос у всех на глазах, потому что про большие бренды – это понятно. Они просто автоматически, выходя на международные рынки, естественно, следуют всем западным практикам и защищают всю свою интеллектуальную собственность максимально по мере возможности и по мере поступления новых вызовов и задач. Я перехожу к Марине Яковлевой, заместителю руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Марина, добрый день. Я бы хотела у вас узнать о работе, которую вы проводите по развитию региональных брендов. Вообще региональные бренды, они уникальны, и есть примеры просто фантастической монетизации интеллектуальной собственности. Я думаю, что вы прекрасно знаете этот пример, может быть, его хотите даже упомянуть, про город Мышкин, который как интеллектуальная собственность возник совсем недавно, и в связи с очень удачной находкой монетизировался в маркетинговом смысле максимально, начиная от, условно говоря, маленьких каких-то там мышат, заканчивая экскурсиями по городу, который стал настолько популярен благодаря простой интеллектуальной идее о том, чтобы назвать город городом мышей, Мышкиным и таким образом, защитив эту интеллектуальную собственность, сделать его центром туристического притяжения. Вот я бы хотела узнать у вас о картине в целом, чего удалось добиться, какие бренды самые популярные, какие регионы, например, вовлечены, являются активными локомотивами, двигателями этого процесса по регистрации брендов, а какие, например, подали заявки в Роспатент, и вы видите в них большой потенциал. Вообще, как в целом региональная политика по защите брендов в стране? Спасибо большое, дорогие друзья и уважаемые коллеги. Ну, вообще, вопросы популяризации, продвижения региональных брендов, они, конечно, чрезвычайно важны для Совета Федерации, как палаты регионов. Безусловно, у субъектов нашей Федерации есть и культурные, и экономические, и географические особенности, и отличия, которые могут стать конкурентными преимуществами. Регионы России, наши города, наши села, они действительно обладают большим потенциалом в части наличия товаров, которые обладают уникальными свойствами. Эти свойства обусловлены географическим положением и передающимся из поколения в поколение традициями. Хорошо известны такие знаменитые региональные бренды, как башкирский мед, дулевский фарфор, тульский пряник, хохлома. Можно очень долго перечислять, вы многих, конечно, хорошо знаете. В плане лидеров, сразу отвечу на вопрос, конечно, в плане лидеров мы отмечаем это Вологодская область. Вологодская область, она не просто администрация, борется, она создает бренды, продвигает, помогает своим производителям, они борются, отстаивают свои интересы. Пример здесь Вологодское масло. Долгие годы различные производители, которые не имели отношения к области, они маркировали свою продукцию, к Вологодским маслам страдала репутация. И благодаря усилиям администрации Вологодской области, благодаря усилиям Роспатента и гильдии Вологодских маслоделов, теперь Вологодское масло зарегистрировано за региональными производителями и имеет очень высокую репутацию. Но, к сожалению, мы видим, что это, скорее всего, все-таки исключение. Такие регионы, как Тульская область, Вашкортостан и Вологодская область, их, к сожалению, не так много. Во всем мире отечественная наша практика показывает, что действенный правовой механизм охраны региональных брендов это использование такого средства индивидуализации, о котором уже Зурбек упоминал, это наименование мест происхождения товаров. И наряду с другими средствами индивидуализации, такие как товарные знаки, наименование мест происхождения товаров, НМПТ сокращенно, это действительно важная составляющая регионального бренда. Сегодня в России сформирована хорошая, соответствующая мировым стандартам, законодательная база по наименованию мест происхождения товаров. Наименование мест происхождения товаров охраняется на основе государственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом. И наличие зарегистрированной НМПТ потребителю прежде всего дает возможность получить товар, который действительно обладает особыми, зачастую уникальными свойствами, свойствами, которые обусловлены природными или людскими факторами. И эти свойства также включают в себя навыки, традиции, секреты и культуру производства. В прошлом году, конечно, интерес возрос среди российских заявителей, и по сравнению с предыдущим годом заявок было на регистрацию НМПТ подано на 40% больше. Цифра замечательная, но прежде всего речь идет о минеральной воде. Все-таки минеральная вода в основном регистрируется как НМПТ. Пример Калининградская область. В Калининградской области есть всего два зарегистрированных НМПТ. Это минеральная вода – Калининградская и Зеленоградская. К сожалению, более чем трети регионов вообще не подали ни одной заявки. Они, по нашему мнению, упускают реальные преимущества, которые могли бы получить для экономического стимулирования. Известно, что за рубежом этот вопрос продвигается, особенно в странах Европы. Там города, маленькие селения стараются создавать свои бренды, их охранять. В Евросоюзе сейчас охраняется более чем 4 тысячи НМПТ. Лидер, безусловно, это Франция, Италия. Хорошо известны во Франции такие НМПТ, как шампанское, коньяк, лизасский мед. В России, конечно, тоже шансы очень большие продвигать свои региональные бренды. Потенциал большой. И при этом продвижение положительного имиджа субъектов, продвижение территориальных брендов – это могло бы действительно таким преимуществом, которое впоследствии и привело бы к пополнению региональных бюджетов. Именно поэтому в прошлом году мы провели заседание Совета по интеллектуальной собственности, провела его Валентина Ивановна Матвиенко. И оно имело большой резонанс. Тема была как раз региональные бренды как важнейший инструмент социально-экономического развития регионов. И по итогам этого заседания Валентина Ивановна поставила задачу перед сенаторами, представляемых их субъектом, организовать работу по выявлению регистрации региональных брендов. Фактически она поручила каждому сенатору до конца этого года зарегистрировать хотя бы по одному бренду. То есть работа эта амбициозная, очень масштабная. И мы с Роспатентом решили объединить усилия и помочь сенаторам и региональным производителям в этой работе. Но прежде всего мы фактически вместе сделали такое краткое руководство по регистрации НМПТ и получению исключительного права использования. Дальше фактически по нашей инициативе мы открыли такой сайт. Есть специальный такой портал, называется он «Бренды России», на котором размещена актуальная информация по предоставлению правовой охраны НМПТ. Для себя мы такую дорожную карту разработали, перечень необходимых действий по выявлению регистрации и получению правовой охраны региональным брендам. Начинается буквально с первого шага. Это определение на уровне региона ответственных за движение региональных брендов, создание специальной рабочей группы с привлечением туда региональных производителей, и завершая уже фактически последним этапом положительным решением о государственной регистрации НМПТ. Я не хотела бы на всех этих этапах останавливаться, это все, как я сказала, на сайте есть, но есть два таких узких момента, на наш взгляд. Первый взгляд, самый первый момент – это установочное, это выявление самих брендов. Конечно, есть регионы, которые понимают, что у них есть потенциал, можно идти по этому направлению. Но, к сожалению, многие регионы просто не видят, как говорится, золота, которое лежит у них под ногами. И приходится фактически проводить работу, тоже мы эту работу инициировали, у нас есть специальная такая табличка почти по всем субъектам, где мы предлагаем регионам потенциально возможные бренды, которые могут зарегистрированы быть, как НМПТ, но пока не получили правовой охраны. Но это как предложение, мы можем только посоветовать. Также там содержится предложение, когда нужно возобновить регистрацию, либо продлить регистрацию НМПТ. И второй момент – это, конечно, заключение уполномоченных органов исполнительной власти о наличии в товарах особых свойств. То есть на регистрацию, если уже определен бренд, определенный потенциальный правообладатель или группа лиц, которые будут подавать это заявление в Роспатент, нужно, необходимо это заключение. Заключение – это узкое место, на наш взгляд, потому что иногда не регистрируется или тормозится регистрация именно потому, что заключение очень низкого качества. Но в соответствии с действующим законодательством у нас четыре федеральных органа, ответственные за это – это Минпромторг, Минсельхоз, Росалкогольрегулирование и Минздрав. И вот мы собрали совещание в феврале и по итогам поручили им, во-первых, сроки сократить в выдаче таких заключений, во-вторых, конечно, рекомендации заявителям, как готовить документы, чтобы минимально было ошибок на этом пути. Но это вот все, что я говорила, касается такого механизма, как наименование мест происхождения товаров, но есть еще однозначно, по нашему мнению, должны быть защищены географические указания. Зорбек Хасанович уже говорил об этом, и мы тоже по этому пути пошли, потому что существует запрос, запрос на введение в гражданский оборот нового объекта интеллектуальной собственности географические указания. Здесь, как уже сказал Зорбек, мы идем в ногу с мировыми трендами, и действительно, вот Женевский акт Лиссабонского соглашения, он дает возможность международной регистрации и НМПТ, и географического указания. Почему, по нашему мнению, географическое указание действительно очень востребовано? Ну, во-первых, это особенность ее государственной регистрации. К географическому указанию применяются более мягкие требования. То есть, если НМПТ, то требования жесткие. Все этапы производства должны осуществляться в одном регионе. Географическое указание – это не обязательно. Там, допустим, например, вот вино, изготовление вина. 15% винограда может быть взято из другого региона. То есть, были такие мягкие требования. И поэтому, конечно, здесь мы больше для региональных производителей расширяем возможность действия. Но есть, например, народно-художественные промыслы, которые заинтересованы только охраной, как наименованием мест происхождения товара. Для сельхозпродукции, естественно, продовольственных товаров это очень и очень, мне кажется, востребовано. Ну вот, сейчас мы такой законопроект подготовили по введению в Гражданский кодекс нового объекта интеллектуальной собственности и географическое указание. Сейчас оттачиваем формулировки и надеемся, что к концу года мы его внесем. И тогда нашим производителям региональным мы дадим еще один инструмент продвижения своих региональных брендов, которые в конечном итоге позволят улучшить имидж региона, повысить инвестиционную привлекательность, туристическую привлекательность, как Мышкин, который вы примели в пример. Это тоже такой показатель очень хороший. Ну и, конечно, будет стимулировать экономическое развитие. Мы готовы к сотрудничеству, открыты, заинтересованы, чтобы как можно больше заявок в Роспатент региональный производитель приносили. Большое спасибо. Большое спасибо, Марина, за выступление. Во-первых, так как у нас идет прямая трансляция в интернете, для многих представителей регионов ваше выступление, выступление всех панелистов будет прямым руководством к действию, поэтому не могу не задать технически возникший вопрос. Вот вы говорите о том, что легко патентовать ту интеллектуальную собственность, у которой есть уникальные особенности, но существующие в данном регионе. То есть тульский пряник, понятно, почему он тульский, это объяснять не надо, и всем очевидны уникальные особенности данного пряника из данного региона. Пока вы выступали, вы меня так заинтересовали водой, что я, естественно, значит, заинтересовалась той водой питьевой, которая у нас у всех стоит, думаю. Наверняка калининградская. Первое, что я увидела, это название бренда «Амберленд». Я думаю, «Амберленд», наверное, импортная. Странно. Дальше начинаю читать, что это, собственно говоря, вода, которая добывается в экологически чистом районе на берегу Балтийского моря. Получается, что это отечественная вода. И если я вас правильно понимаю, легче запатентовать не как «Амберленд», условно говоря, а как вода Балтика. Правильно? Вот объясните просто на конкретном примере, потому что правда интересно. Вы знаете, Тина, когда я пришла сюда, я вот прежде всего взяла эту воду, коллеги тоже подтвердят, и сразу посмотрела. То же самое мне бросилось в глаза. Естественно, к сожалению, у нас вот, когда готовили мы совет к декабрьске для Валентины Ивановны, делали справку, у нас очень много таких примеров, когда наши производители, которые реально могут охранять как наименование местопроисхождения товара, продвигая свой регион, дают вот этим товарам название импортное, то есть это товарный знак, который фактически не приносит ни региону, ничего, и фактически, ну, собственно говоря, с точки зрения и продвижения традиций, тоже, как говорится, вот эту вот работу все не в ту сторону ведет. То есть много таких примеров есть. К сожалению, мы считаем, что здесь прежде всего должна быть культура, и в какой-то степени просветительская деятельность, чтобы наши производители, мне кажется, делали таких неверных шагов. Спасибо вам большое. Очень важный комментарий, кто нас смотрит, потому что брендирование вопрос очень деликатный, вообще вопрос придумывания бренда. И это, вы правильно говорите, такая была старая традиция, когда только-только западные консультанты стали помогать нашим компаниям создавать бренды, было очень модно давать западные названия в надежде на то, что бренды будут выходить на международную арену, и, соответственно, названия будут запоминаться таким образом легче. Чем оно более международное, чем лучше звучит по-английски, тем легче запомнят. Но, как показывает практика, если бренд становится международным, то люди выучат любое название, которое даже не очень, может быть, благозвучно изначально произносится. Поэтому важная здесь была ремарка и замечание, кто нас смотрит, что надо называть бренды, исходя из, собственно говоря, своих регионов, потому что это, с одной стороны, продвигает регион, а с другой стороны, наверное, дает бренду даже большую значимость, ценность и доверительность, потому что, когда ты понимаешь, что это конкретно мы здесь, в Калининграде, вода Балтика, значит, если к этой воде будут претензии, то, соответственно, они будут связаны, понятно, с чем и с кем. Как и наоборот, если есть доверие, то доверие есть, потому что, ну, здесь же вода, она из Балтики, соответственно, она особенно, у нее есть какие-то особенные, там, допустим, отличительные, уникальные свойства и особенности, в отличие от воды из другого региона. Если позволите, перейду к Галине Кравченко, Fashion Consulting Group, руководителя представительства Fashion Snoops. Как расширение ассортимента влияет на бренд в моде? Сложный такой вопрос, но в то же время, честно говоря, я думаю, вы можете очень подробно и интересно рассказать нам и вообще о брендах в моде, потому что есть огромные конгломераты, есть огромные бренды, которым все верят и все платят невероятную добавочную стоимость, я надеюсь, вы про это сегодня скажете, которые просто платят за интеллектуальную собственность, просто за название бренда. И есть молодые бренды, которые возникают, у которых все наоборот. Вот расскажите, пожалуйста, про это. Очень интересно, Галина. Давайте мы говорим о молодых брендах. Мы затронули тему нашей, скажем так, российской действительности и возможности именно российских компаний. И немножко о том, чем мы занимаемся. Да, мы российская компания, которая занимается консалтингом исключительно в индустрии моды. Да, действительно, у нас различные направления и маркетинговые, и консалтинг, и исследования, и стратегический консалтинг, и мое подразделение занимается управлением ассортимента. И вы видите пул брендов, с которыми мы сотрудничаем абсолютно по разным аспектам. И здесь есть и российские компании, и международные. Если говорить об ассортименте, не хочу вот прям повторять те логотипы, которые сейчас звучат на экране, все их прекрасно видят. Вы видите, безусловно, что это компании различных сегментов, это компании международные, такие там, как Люксотика, и компании, связанные с интернет-продажами. На сегодняшний день вопрос, связанный не просто с защитой интеллектуальной собственности, как логотипа, товарного знака, патенты, авторского права, стоят в первую очередь как важные вопросы перед фэшн-марками. Я объясню даже почему. А вопросы, связанные с защитой технологий управления ассортиментом. Потому что, собственно, наша индустрия – это индустрия имитации. Достаточно ограниченное количество международных брендов, как уже сказала Тина, могут защитить свой цвет, как Тиффани, могут подтвердить, как Эрме свой оранжевый цвет, сделая его фирменным, ассоциироваться так. Либо защитить в плане четкой ассоциации, как у Шанель биколор, сочетание двух цветов темного мыска и основного цвета, допустим, на туфлях. Это небольшое количество компаний, потому что силы их, безусловно, в бюджете и в продажах не только одежды, но сопутствующих категорий, потому что всем известно, что фэшн-индустрия, духи и косметика делают гораздо больше оборотов, чем одежда. И одежда, и недели моды – это такая, знаете, вишенка на торте, и скорее рекламная акция для того, чтобы продавалось все остальное. И проблема в том, что если мы на одном и том же платье в разных местах поставим талию или выточку, или дадим чуть-чуть другой оттенок, мы не можем уже защитить эту модель авторским правом, потому что она начинает жить совершенно совсем другой жизнью. И это одна из ключевых проблем фэшн-индустрии, когда невозможно быть первопроходцем, но невозможно быть единственным, и огромное количество судов международных, которые сейчас проходят, они, к сожалению, проигрываются. Вы же понимаете, да, что теперь красная подошва на лобутенах, это уже официально констатировано, может присутствовать и на туфлях других марок. И это как бы некая вот норма. Поэтому компании фэшн-индустрии выходят в другую плоскость, для них очень важно быть закрепленным в сознании потребителя, не только одним цветом, одной моделью, а закрепленным неким пулом, так сказать, тоталук, комплектом одежды, который может приобрести покупатель, и рассказать потребителю о том, что это ваше, это для вас, простроить некую эмоциональную связь. Если мы обратимся, опять же, к ведущим брендам, таким, например, как Шанель, то вы помните и знаете Шанель не только благодаря биколор, не только благодаря логотипу, а благодаря твидовым костюмам, благодаря стежке, благодаря определенной форме сумки, такой, как сумка Бой Шанель. Если мы говорим с вами о Бербере, вы всегда будете помнить тренч и, естественно, будете помнить тартан, который специально Бербере разработал для себя. Если мы говорим о Луи Вуиттон, то мы с вами помним не только фееричный логотип, который эстетично смотрится, но еще и шашечки различных цветов, и определенные конструкции сумок, которые наиболее востребованы на рынке, не просто потому, что это красиво, но это еще и функционально и удобно. Что важно, скажем так, при подражании. Плоскость, в которой компания демонстрирует свои модели, они запоминаются. Это плоскость стиля casual или спорт casual, поэтому можно привести удачный пример компании Adidas и Kedo Superstar, у которых одна модель продается тиражами 15 миллионов. Просто для сравнения, чтобы вы понимали, российская обувная компания, которая продает 1 миллион пар обуви, это уже считается, ну, как бы, компанией средней или даже крупной в определенных обувных сегментах. Здесь мы говорим об одной конструкции с тиражом 15 миллионов пар в год. Соответственно, если мы переходим с вами в массовый сегмент, который продает большими тиражами, который продает в магазинах, которые числяются сотнями, иногда и тысячами, то мы приоткрываем с вами завесу, за счет чего это происходит. Если это международные бренды, то это очень четкая демонстрация через ассортимент своего позиционирования, некой своей картины. Я вам показываю сейчас слайд с Массимом Дуци, который говорит о себе естественная элегантность, но передает эту естественную элегантность через определенный набор конструкций, цветов, узоров. Аналогично происходит, допустим, с брендом Бершко. Это ведущие бренды концертные Inzitex. Ни для кого не секрет, что Бернан Тарно – это самый богатый человек в мире, это его концерн. И Бершко, казалось бы, бренд этого же холдинга, но абсолютно с другой трактовкой в ассортименте молодежь и урбанистический город. И вы видите уже другие цвета, другие модели, другие конструкции, иногда и непосредственно сами материалы. Российские компании, абсолютно ведущие российские компании идут тем же самым путем. Я вам показываю бренд Zarina, это бренд холдинга Melon Fashion Group, который говорит про себя просто быть женственной и показывает это через женственные платья, розовые тона, голубые цвета, какие-то дополнительные вышивки и декоры на одежде. Второй бренд этого же холдинга Love Republic, который говорит твоя одежда, твоя страсть и обязательно в этом бренде вы увидите супер облегающие платья, разрезы, вырезы, декольте, страстные действительно цвета, призывающие сексуальные или наоборот говорящие о женственности. Так вот эти тезисы, которые звучат в позиционировании маркетинговом, катастрофически важно передать и вложить в каждую отдельную модель. Потому что когда мы говорим с вами про рекламу, мы представляем и делаем обычно в фэшн-индустрии наборы из 15 типажей, фотографий, образов. Когда мы говорим об ассортименте, то мы меряем ассортиментную коллекцию артикулами 300-500 тысячи, полторы тысячи. И каждый из этих артикулов обязан содержать отпечаток позиционирования, а значит определенные картинки в голове потребителя о том, что это мой бренд или наоборот не мой бренд. В эту одежду я оденусь, когда иду на работу, в эту одежду я оденусь, когда пойду на свидание, а в этой я пойду замуж в конце концов. Поэтому интеллектуальная собственность в управлении ассортиментом на сегодняшний день переходит в умение закрепить в каждой конкретной модели тот месседж, эту философию, которую несет бренд. В фэшн-индустрии массовой есть три способа, каким образом это сделать. Происходит это через так называемое стилевое ДНК. Один способ – это демонстрация одного стиля, очень четкая, выпуклая такая демонстрация одного портрета, про что ваша одежда. Второй способ – это несколько стилей. Когда компания предлагает несколько стилевых линий, но они достаточно близки друг к другу и поддерживают друг другу. Если вы, например, производите и продаете одежду для офиса формал стали, то абсолютно тут же уместно продавать одежду более легкого стиля, такой бизнес, облегченный вариант, более свободный. И третий способ – это стилевые кластеры. Используют ее компания мультибренд или компания универмаги, когда предлагается ассортимент в различных ценовых нишах. И очень важно объяснить потребителю еще и цену продукта. Сделать это можно через определенный набор характеристик, демонстрируя, выпукло показывая в определенной зоне магазина, собирая эти характеристики вместе. Так вот, как это происходит? Как выглядит эта технология? Когда бренд хочет рассказать и показать чистые, например, три стиля, которые есть у него в ассортименте, я имею в виду ритейл бренд, офлайн, онлайн, неважно, он рассказывает некую историю, допустим, про платье, что в этом платье я выгляжу эффектно и элегантно, а в этом платье я просто обворожительно, а это платье для мероприятий. Для компании катастрофически важно не сделать фьюжн, не сделать так, чтобы эти группы ассортиментов смешались, как-то друг другу противоречили, наоборот, очень походили друг на друга, потому что всегда есть такое желание, знаете, скатиться вниз. Вот у нас пошел розовый цвет определенной тональности, и, значит, люди, которые занимаются ассортиментом, байер или дизайнеры, начинают этот розовый цвет абсолютно эксплуатировать во всех моделях, и таким образом ваш торговый зал и ассортимент, он становится как будто бы абсолютно одинаковый, и потребитель не видит разницы из ширины вашего ассортимента. Так вот, очень важно как раз эту разницу демонстрировать. Не важно, что у вас в любом стиле используется узор горошек, но в одной стилистике это будут более строгие платья или костюмы, и там будут присутствовать некие материалы, отделки, небольшой узор горошка, но при этом вы будете видеть строгую форму футляра, как правило. Во втором стиле это будут более женственные платья, но обязательно средней длины, и уже это не монохромные горошки на черном фоне белой или на белом фоне черный, а тут возможны другие цветовые решения, которые являются, этот стиль очень выпукло демонстрируют. И, собственно, допустим, третья стилистика вечерняя, которая показывает уже другие формы платьев, другие модели платьев. Эта технология позволяет разделить каждую из стилистиков, и ей удачно продаваться. Ритейлеру и производителю создается возможность увеличивать в розничном пространстве средний чек, потому что потребитель ассоциирует себя или свой образ жизни с этой группой ассортимента и начинает делать покупки ни одну, ни две, а возвращаясь постоянно в этот магазин снова и снова. Таким образом, этот инструмент четко показывает сотрудникам компании и потребителям в том числе, как отличаются группы ассортимента через цвета, через ключевые материалы, через ключевые узоры, через декоры. А я вам сейчас показываю некие ингредиенты продукта, которые позволяют из каждой стилевой линии в ассортимента сделать отличающийся, как будто бы тонкий аромат и создать вот этот вот свой аромат духов, но уже вот по ассоциации с коллекцией. Вот это та технология, которой не буду доходить до конца презентации, хочу, чтобы все высказались, это именно та технология, которая позволяет компании увеличивать прибыльность даже в той ситуации, когда падает трафик в магазинах, но увеличивается средний чек, она позволяет увеличить лояльность. Более того, что важно, она позволяет закрепить уникальность компании и на долгосрочной основе выгодно продавать именно те продукты, те модели, которые у нее успешно и хорошо продаются. Галина, спасибо большое. Мне просто на самом деле, простите, уже опять-таки по-журналистски нетерпелось задать вам вопрос, вернуться в Россию. Вот у нас есть наши модельеры, Рубчинский, Сергеенко, Терехов. Вот все, о чем вы рассказываете, западная индустрия, она, конечно, является сегодня в мире монополистом. Ну, понятно, что западные бренды, как и дорогие, так и недорогие, являются сегодня лидерами в мире моды. Первый вопрос, который очень важен, если можно коротко, скажите, насколько только честно у наших дизайнеров вообще есть шанс со своей интеллектуальной собственностью, со своей уникальностью добиться мирового признания. И как вы считаете, если у вас есть такие цифры, потому что здесь важен не просто пиар, здесь важны экономические показатели. Кому из российских брендов удалось, выйдя на международную арену, стать самоокупаемым хотя бы? Есть и такие цифры, есть и такая статистика. Собственно, вы сами назвали тех дизайнеров, которые популярны на международной арене, да, и эффект как бы Рубчинского, его отменить просто невозможно. Если говорить о брендах и компаниях, которые стали окупаемы, есть торговый дом РФ, который исторический, но тем не менее он какое-то время не функционировал, он был выкуплен российскими гражданами, и он сейчас успешно функционирует в рамках многих универмагов международных. Есть Виктория Андреянова, которую невозможно назвать неокупаемая, она успешная, и она продается не только в России, но и за границей в формате не только универмагов, но и бутиков. Собственно, ну вот я вам назвала какие-то как бы ключевые истории. Есть Алена Ахмадулина, в конце концов, понимаете, но там история, которая, конечно, строится на любви к России и в России, да, в основном. Меня на самом деле, понимаете, дизайнерская одежда – это сливки. Если мы с вами будем говорить о лакшери-сегменте, в России это составляет 10% от всего рынка. 10% – все остальное – это совсем другие сегменты, средний сегмент и сегмент дискаунтеров. И я понимаю, что наши российские производители на сегодняшний день как раз имеют шанс развития в массовом сегменте, совсем другой ценовой категории. И это именно те компании, которые и пользу приносят, и нашим покупателям государства, и поступлению бюджета, о чем говорят. Собственно, вот как раз мы на сегодняшний день видим, что российские компании, которые хотят из производителей стать успешными ритейлерами и, скажем так, занимаются технологиями не только маркетингами, не только защитой интеллектуальной собственности и брендинга, но именно внедрением технологий в ассортимент. Они как раз приходят за технологиями по стилевым концепциям, по стилевому позиционированию. Вот я здесь не могу не спросить, мужчины, извините, но, правда, вот два самых известных бренда, которые даже, возможно, не любой мужчин, присутствующих в зале к моде, являются отчасти лицом торговой маркой в понимании большинства россиян. Возьмите Оренбургский пуховой платок, возьмите, пожалуйста, Вологодские кружева. Вот два бренда, которые знает вся страна. Но по сей день мы понимаем, что если платок, то, к сожалению, Эрмес. И вот, собственно говоря, вот наши технологии. Я здесь хочу и вас спросить коротко и к вам, Марина, обратиться. Вот как так получилось? Может, я чего-то не знаю, мы сможем сейчас всем про это коротко сказать. Как так получилось, что, имея просто, ну, на самом деле, уникальную текстильную промышленность в свое время и уникальные бренды, которые знает вся страна по сей день, вот в массовом ритейле мы их не видим. Они так и не стали, как мне кажется, может, я что-то путаю, вы меня сейчас поправите. Они так и не стали абсолютно доступными и каждому покупателю в среднем и в малом сегменте возможностью приобрести. Я начну с вас, если можно коротко, а потом, Марина, хотела бы, чтобы вы прокомментировали, почему так получилось. Ну, с одной стороны, знание это есть, у тех брендов, которые вы обозначили. С другой стороны, это абсолютно себестоимость изделия. Не каждый себе может позволить купить оренбургский настоящий пуховой платок, настоящие аутентичные вологодские кружева. Это раз. Второй момент, они все так одеваются. Это неудобно, это нефункционально, это не соответствует современному стилю жизни современного покупателя. Поэтому, как бренд они существуют, но как продукт, который хотят потреблять, одевать каждый день и использовать каждый день, естественно, они не могут конкурировать. Поняла очень справедливая ремарка. То есть, просто как бренд есть, это очень важно с точки зрения перевода интеллектуальной идеи в материальный актив. Вот здесь очень справедливое замечание, что как бренд он есть, как идея он есть, но как продукт его не существует. И это часто, как мне кажется, Марина, наша главная проблема. У нас очень много классных идей, но переводить в продукты, упаковывать и, собственно говоря, продавать, мы это не всегда умеем. В курсе ли вы этой проблемы? Вас это как-то коснулось? Вот Вологодская и, соответственно, вторая история. Нет, конечно, абсолютно точно, эта проблема есть. Причем у нас наши производители, прежде всего, конечно, это народно-художественные промыслы, тот же Оренбургский пуховый платок, Павло Посадский, мануфактура, они к нам регулярно обращаются с точки зрения того, что они хотят тоже выйти на рынок, у них есть чем выйти, но, к сожалению, действительно, они иногда не выдерживают конкуренции. Поэтому мы стараемся, мы видим эту проблему и на своем уровне стараемся создать некоторые условия помочь. Ну, вот, например, Валентина Ивановна Матвиенко каждый раз, когда встречается с иностранными делегациями, идет протокольный обмен подарками, это обязательно наш региональный бренд. Особенно очень хорошо воспринимаются наши павлопосадские платки. Всегда, то есть подчеркивает, начиная с себя. Дальше тоже по итогам совета мы приняли такое решение, что когда будут наиболее такие значимые мероприятия какие-то проводиться, чемпионат мира по футболу, как у нас было в Сочи международное Всемирное фестиваль молодой жизни студентов, будут специально какие-то вот специальные такие небольшие магазины, торговые точки, где будут продаваться именно продукции бренда «Россия». И, в принципе, вот, восклавляет ассоциацию народных художественных промыслов «Дрожжин» — это большой наш друг и большой, так скажем, соратник в продвижении товаров традиционных для России. Мы идем к тому, чтобы в наиболее крупных магазинах были специальные отделы бренда «Россия» в торговых павильонах и в продовольственных в сети товаров. Мы тоже будем рекомендовать для того, чтобы специальные открыты были такие магазины бренда «Россия». То есть мы готовы продвигать, мы видим, что конкуренцию где-то не выдерживает, но будем стараться создавать условия. Я не знаю, насколько этот вопрос к вам, но это, я думаю, всем интересно, раз уж мы про это заговорили. То есть, получается, идеи есть, а маркетинга нет. И так как я с этим очень часто сталкивалась, я думаю, многие коллеги с этим тоже сталкивались. Вопрос, кто платит за маркетинг? Вот просто технически объясните. Например, чтобы вологодские кружева стали продуктом, который люди начнут продавать, нужно собрать, соответственно, профессионалов, которые смогут этот продукт придумать, сделать его удобным на сегодняшний день, сохранив бренд уникальности и традиции, исходя из покупательной способности граждан России, сделать его доступным определенной части населения и начать продавать. То есть, кто должен дать деньги на маркетинг? Губернатор, регион, как это выглядит? И второй вопрос, если можно очень коротко, потому что правда интересно, вот вы говорите об отдельных магазинах, я скажу проще, есть стадионы, вот строится огромное количество, я вчера была, стадион Калининград. Таких стадионов в стране будет в 11 городах достаточное количество для того, чтобы в каждом из них был отдельный магазин, связанный и с самим регионом, в котором стадион расположен, и в целом с брендами России. Есть ли такая идея? Понимает ли кто-то, что необходимо просто таким образом дать возможность российским брендам, хотя бы через стадионы, через большие инфро- и экоструктуры, начать производить продукт, который будет востребован? Спасибо. Если можете, потому что это очень интересно, кто даст денег на маркетинг. Ну, наверное, все-таки это не совсем ко мне, потому что все-таки мы палата регионов, но мы прежде всего законодатели, нам самое главное создать законодательные условия. Мы можем только в инициативном порядке как-то помогать продвижению. Председатель Совета Федерации эту тему считает своей, и она фактически, я надеюсь, что такие будут павильоны в рамках чемпионата мира по футболу, но это инициативный порядок. Поэтому здесь, наверное, все-таки хотелось бы услышать именно производителей. Если кто-то здесь есть, они бы поделились с вами проблемами, а мы бы подумали, как помочь в данной сфере. Правда, это не... Поняла. Хорошо. Ну тогда перехожу к бизнесу, потому что я с этим бизнесом знакома. Здесь как раз проблем с тем, что нужно вкладывать и развиваться никогда не было. Это компания Визарт, ведущая анимационная компания России. Ну, в принципе, у вас есть один конкурент, я его сейчас называть не буду, так как я с вами в телевизионной профессии не... Его и так все знают. Да, его и так все знают. Собственно говоря, я с вами не раз в своей профессиональной деятельности сталкивалась. Мы с вами плотно и подробно работали и работаем. Как вы развиваете свой бренд? Вот в моем профессиональном разговоре с вами всегда есть желание заказчика получить как можно больше качественной графики, больше анимации за меньшие деньги. При этом, как вы понимаете, количество графических студий в стране растет. Но вы по-прежнему телевизионный рынок, ну, скажем так, отчасти держите и по-прежнему являетесь одними из самых быстрых, качественных и профессиональных телевизионных подрядчиков. Как вам это удается? Потому что молодые же на пятки наступают. Да, вот прям подхвачу этот вопрос. Чуть позже представлю еще и студию. На самом деле, не только в России развивается, активно развивается сегмент анимации. К счастью, или к сожалению, или к счастью, как посмотреть, порог вхождения в этот бизнес, в эту отрасль в последние 5-7 лет сильно снизился. За счет того, что развиваются технологии, за счет того, что новые какие-то возможности открываются, и производить анимацию и компьютерную графику стало сильно дешевле. Поэтому на пятки наступают не только российские студии, но и в мире, конечно, сейчас происходит огромное увеличение студий, которые производят анимационный и графический контент. Наши китайские коллеги вовсю выходят на рынок и огромное количество... Сергей, сразу же объясните, на российский рынок? Нет, нет, на мировой рынок. Потому что всем же интересно, насколько мы конкурентоспособны относительно мира, насколько, например, вы пытались выйти в мир, но вы понимаете, что в мире мы не можем конкурировать, потому что есть китайцы, я могу вам сказать, я была в Катаре, там вообще космос. С точки зрения анимации там вообще анимировано все. В студии нет ни одного живого места, где не была бы анимация. Просто вот это, думаю, всем интересно. Вы сильный бренд внутри страны. Насколько вы можете конкурировать за ее пределами или насколько вы боитесь экспансии других крупных брендов, международных, которые в какой-то момент, возможно, заинтересуются российским рынком? Вы знаете, но мировые анимационные студии делятся на два кластера. Это так называемые мейджоры, все мы их знаем, это Pixar, DreamWorks и независимая, так называемая независимая анимация. Студии более небольшие и, как правило, продвижение на рынках у них разное. Мейджоры двигаются сами и прокатывают свои мультфильмы и продвигают. Независимая анимация, как правило, прибегает к услугам агентов, региональных агентов и уже через этих агентов продает свой контент в разные страны. Wizard в этом смысле уникальная на рынке компания, но вот так навскидку даже не вспомню, кто еще идет похожим путем. Wizard продвигает свой контент сам по всему миру, не только в России, но и за рубежом. И вот вы знаете, про построение бренда, вот если такой совсем короткий пример построения бренда на международном рынке, мы ездим по всем крупным мировым кинорынкам, анимационным рынкам и там показываем свой контент. Когда мы первый раз вышли на такой рынок, у нас был стенд на кинорынке, к нам подходили и спрашивали, а кто вы? Wizard, откуда? Из России. А, ну ладно, ребят, сидите дальше. Мы показывали, ну, какое-то количество анимации, там, пять минут сначала, потом десять минут анимации, к нам подходили, ага, Wizard из России, ну ладно, хорошо, и уходили дальше. Так продолжалось, ну, наверное, пару лет точно, да, при том, что мы, ну, практически раз в два месяца участвуем в каком-то кинорынке и показываем контент. Сначала десять минут, потом двадцать минут, потом тридцать минут. И, вы знаете, через три года присутствие вот на мероприятиях, показывая из года в год качество и качественный контент, сейчас мы пришли к тому, вот, наверное, прошло шестой, шесть лет, да, с момента того, как мы стали выходить на международные рынки, сейчас уже приходя к нам наши партнеры, не видя продукт, не видя новый мультфильм, мы просто заявляем и описываем, что мы собираемся делать, они уже заключают контракт, потому что доверяют тому качеству, который мы делаем, потому что мы сформировали международный крупный бренд, один из наших продуктов продан в 140 и показан в 140 странах мира, мультфильм «Снежная королева», сейчас в этом году выходит четвертая часть в России и в мире тоже, третья часть была на прошлой неделе показана в Китае и за первый день, только за первый день показа собрала 3 миллиона долларов, что для российской анимации это колоссальный успех, потому что, конечно, китайский рынок весьма специфичен и имеет свои особенности. Как мы пришли к этому, если мы говорим о построении бренда? Вы знаете, нужно выделяться чем-то и мы решили строить бренд 360, что это такое? Мы пошли в разные направления бизнеса и развиваем, упаковываем наш бренд, упаковываем компанию, упаковываем наши продукты и закрепляем ее с разных сторон, что я имею в виду. Ну, как пример, мы начали разрабатывать игры, в частности, игры с дополненной реальностью, игры с виртуальной реальностью по мотивам наших мультфильмов. И сейчас получили огромный колоссальный отклик от всех производителей. Ну, не секрет, что анимационные студии зарабатывают не на прокате мультфильмов, ну, не только на прокате мультфильмов, но большую часть денег они зарабатывают на продаже продукции с образами мультфильмов и по мотивам мультфильмов. Вот. И сейчас производители, конечно, очень сильно заинтересованы в продукте, который мы делаем с играми, с дополненной реальностью, потому что мы интегрируем в классические игрушки новые технологии. Например, вот с компанией Bauer, как пример приведу, мы разработали конструктор, при наведении на коробку которого начинается виртуальная сборка того, что ребенок может собрать, когда сделает это ручками. Это виртуальная инструкция, и такого в мире еще не делал никто. Мы сотрудничаем с крупными компаниями, с крупными коллективами в разных сегментах. Ну, например, цирк Запашных, да, мы создаем совместное шоу. Мы двигаемся, опять же, с китайскими коллегами, чтобы сделать представление в Китае. И мы таким образом закрепляем в разных сегментах участие нашего бренда, участие наших мультфильмов и подкрепляем его различными элементами. Я просто не могу не спросить, Сергей, потому что вот вы очень важную вещь отметили, я увидела реакцию всей аудитории, когда вы сказали про конструктор, потому что видеоизображение, видеопроекция, собираемого ребенком конструктора, это на самом деле, ну, скажем так, новое слово в индустрии производства детских игрушек. Но вы так и не ответили мне на вопрос, а мне очень интересно с точки зрения бренда. Вы же понимаете объем российского рынка анимации. И первое, еще раз, насколько мы конкурентно способны по отношению к миру, и насколько, соответственно, мир интересуется нашим рынком. Ну, и исходя из того, что вы говорите, конечно, стало дико интересно. А вот как вы с точки зрения интеллектуальной собственности? Вот когда вы производите «Снежную королеву», абсолютно понятно, что это не Харуки, это не Миядзаки, собственно говоря, со своими образами. То есть вы покупаете, соответственно, интеллектуальную собственность, имея права на которую, вы можете ее визуализировать. Там в зависимости от того, кому принадлежат права, вы, естественно, делите там профит или на основе контракта, как вы договоритесь. Но интересно мне, что сегодня для российской студии вашего типа более экономически оправдано? Попытаться найти людей, которые придумают новые образы, потому что мы же все равно тиражируем простоквашины, мы все равно пытаемся тиражировать гену крокодила и приключения чебурашки. Способна ли сегодня ваша индустрия произвести новых героев, которые станут приносить абсолютно по-другому в новом качестве большие деньги? Или же вы все-таки считаете, что сегодня ваша индустрия находится в том состоянии, когда надо зарабатывать на уже известных всем героях чуть ли не моего и присутствующих детства? Ох, какой вопрос длинный. Попробую ответить. Вы знаете, к сожалению, мы, российские анимационные студии, и мы, в частности, мы зарабатываем не в России больше. То есть мы все-таки большую часть денег зарабатываем с проката в разных странах мира. И, соответственно, да, привлекаем специалистов мирового масштаба, чтобы наши мультфильмы были востребованы не только в России, но и во всем мире. Допустим, в производстве мультфильмов мы делаем липсинг, это когда персонаж разговаривает, делаем липсинг сразу и озвучку сразу на двух языках, английский и русский. Причем сам липсинг у нас на английском языке, к сожалению. Ну, таковы реалии, да, потому что сейчас деньги больше оттуда. И, отвечая на ваш вопрос, относительно того, насколько мы там востребованы, да, мы там востребованы. Наверное, сейчас два самых крупных проекта в России востребованы там, это, конечно же, «Маша и Медведь», тот самый проект, наверное, который вы имели в виду, и студия «Визор» со своими мультфильмами, которые, конечно, подаются тоже за границей. Мы привлекаем и озвучантов, мировых звезд и сценаристов, чтобы быть востребованы там. Мы столкнулись с достаточно серьезной проблемой как раз вот в части интеллектуальной собственности за границей, потому что регистрировать образы, регистрировать названия – это весьма дорогое удовольствие оказалось. К счастью, наше государство нас анимацию российскую поддерживает, и вот, и, значит, есть такая организация «Российский экспортный центр», который сейчас компенсирует большую часть затрат на регистрацию товарных знаков за границей и помогает организационно. Спасибо им большое за это. Конечно же, это большое дело, потому что самим нам было бы сложно осилить это. Спасибо большое, Сергей. Перехожу к Александру Салову, студию «Видеосфера». Хочется узнать, как, соответственно, региональным компаниям удается конкурировать с федералами. Есть ли смысл вкладывать силы в региональный бренд? Потому что ведь абсолютно очевидно, если региональный бренд будет успешным, потом, собственно говоря, такие крупные игроки, как тот же «Визор» придут и вас купят. Вы на что рассчитываете? Или все-таки считаете, что у таких региональных бизнесов перспектив гораздо больше, если они будут самостоятельными? Спасибо. Да, здравствуйте, коллеги. Ну, я тоже вот с цифровой колокольни поговорю о брендировании. Ну, в общем, получается так, что, ну, весомая категория товаров, которые создаются и реализуются в цифровом пространстве, ну, там, программное обеспечение, дизайн, некий контент или какие-то услуги, ну, это является интеллектуальной собственной. Собственно говоря, и все, что делает студия «Видеосфера», там, от написания сценария и заканчивая каким-то звукорежиссерским постпродакшеном, ну, это тоже все результат симбиоз интеллектуальной и творческой деятельности. Собственно, конечный продукт, который получает заказчик от нас, неважно, это там вирусный ролик, 2D-анимация, 3D-анимация, брендбук, ну, это все в чистом виде, вот как раз та самая интеллектуальная собственность, ради которой мы, собственно, сегодня и собрались. Когда дело касается вот именно интеллектуальной собственности, то, как по мне и как и считает наша студия, то говорить о геопозиционировании и некой территориальной привязанности бренда, ну, не просто, а иногда и просто не нужно. Несмотря вот как раз на тот самый кратный рост заявок на регистрацию региональных брендов, о котором говорилось чуть ранее, все-таки эти 40% больше относятся к товарам, которые обладают, ну, в физическом выражении. Все-таки интеллектуальная собственность в цифровом мире, ее так сложно локализировать. Соответственно, когда есть адрес в интернете, то, в общем-то, фактический или юридический адрес контрагента уже интересует в гораздо меньшей степени. Практически невозможно создать условно интернет Есентуки или интернет Кальвадес. Ну, паутина на то у нас, в общем-то, и всемирная. Ну, вот наша студия базируется в Калининграде, но мы совершенно спокойно работаем с контрагентами по всему миру и привязка вот к Калининграду, она никак не мешает выходить на глобальный рынок. Вот, если, условно говоря, завод тульских пряников откроет завод в Калининграде подразделения, то хорошо, если ему не светит здесь фиаско. Если мы переедем в Тулу, то, в общем-то, ничего у нас не поменяется, даже, может быть, появятся какие-то плюсы. Как по мне, максимальное качество, безукоризненная репутация и хорошее интернет-продвижение, это как раз те самые три кита, которые, ну, которые помогают становлению бренда, когда речь заходит вот именно о цифровом пространстве. Это уже потом, впоследствии репутация начинает бежать впереди тебя и нормальная ситуация, что, ну, у них стоит миллион ролик, ну, потому что это видеосфера. Саша, а не могу не спросить, вот интересно, вы абсолютно справедливо заметили, что в вашей сфере, неважно, где ты находишься, и вообще, в принципе, ты можешь находиться у себя дома, сделать студию. Но не могу вас не спросить, как у профессионала, а где в России самые лучшие условия? Вот у нас уже заговорили о силиконовой тайге, вы, наверное, слышали. Вот, вы в силиконовую тайгу поедете или где вообще самые лучшие условия для таких компаний, как видеосфера? Ну, это сложно, на самом деле, сказать. Как по мне, так, в общем-то, в любой точке страны, где есть интернет и где можно приобрести технику, там можно создать студию, и там можно быть полезным, и, как бы, стоит интернет там 300 рублей или 400, это не сильно повлияет на общий бюджет всей студии в целом. Поэтому, как бы, вот еще, что касается вот студии по поводу географического положения. Ну, вот у нас чисто практических таких целях есть офис представительский в Москве, но, ну, как бы, к сожалению, ну, или к счастью, потенциальный контрагент лучше реагирует на фразу, что у нас в Москве головной офис, а производство находится в Калининграде. Гораздо лучше на слух воспринимается, неоднократно мы это замечали в процессе вот продажи и некой контакта. И плюс многим, ну, многие бизнес, которые заказывают ролики или какую-либо продукцию, ну, он все-таки сфокусирован часто в каких-то больших крупных центрах, и они по бизнес-привычке привыкли решать эти вопросы лично, на личной встрече. Вот, поэтому наш московский офис, это, ну, такой, как бы, мы из-за того, что у нас есть представительство в Москве, мы не становимся московским брендом. И, в принципе, но мы и не являемся калининградским брендом. Мы такие сразу же без, без определенного... Саша, цены самое главное, вы понимаете, вот слово московский, это сразу офис, сразу капекс, сразу цены. Поэтому самый главный вопрос, вот если студия в Калининграде, то качество ролика, оно может соответствовать дорогостоящему ролику из Москвы, а по цене будет ниже? Да, вот это как раз чуть у меня, вот ниже, в общем-то, это, об этом и речь, что по этой системе многие идут, что производство смещают в регионы, потому что ничем качество не уступает, при этом действительно многие позиции от заработной платы до каких-то других, там даже аренды, там все гораздо дешевле, соответственно, себестоимость производства контента, она снижается, при этом качество продукции не, ну, не становится хуже. Ну и, соответственно, вот как подытоживание моего небольшого спича, мы когда имеем дело с интернет-деятельностью и современной вот интеллектуальной собственности в сети, то говорить о масштабах бренда и конкуренции, вот некой конкуренции в привычном понимании локальных и федеральных брендов не приходится. Нужно просто делать свою работу хорошо, и тогда масштабирование, оно пойдет как бы само собой, о тебе начнут узнавать. Саш, спасибо вам большое за прекрасное выступление, я вам желаю промикс или каннских львов, что вы хотите больше? Наверное, каннских. Ну, тогда желаю вам искренне каннских львов, я считаю, что абсолютно вы правы, никакой роли сегодня география расположения студии не играет, все решают мозги, я их вижу и чувствую. Спасибо за выступление. Вам спасибо. Вот, я перехожу к Андрею Бусаргино, директору направления бренд протекшн компании группы IB. Вы знаете, очень хороший вопрос, какие угрозы существуют для бренда в цифровом мире, потому что вы знаете, вот, собственно говоря, например, те же фейк-ньюс, о которых мы так много говорим, вот мы журналисты это очень хорошо чувствуем. То есть, если, условно говоря, раньше были крупные компании, телевизионные компании, у которых появление любой информации, оно, естественно, поддерживалось брендом в самой компании, то сегодня каждый человек является средством массовой информации. Бренд вроде да, информация непроверена, ее могут тут же перепечатать, и, как я всегда говорю, непроверенная информация очень часто приводит к непроверенным решениям. Вот как в этом цифровом мире защитить бренд? Имеет ли вообще смысл защищать этот бренд? Или, допустим, при... Вы понимаете, да, сегодня про Телеграм все говорим, ну, очевидно, да, что любой бренд можно сегодня, допустим, попытаться заблокировать, но ничто не мешает буквально через час появиться другому такому же бренду с таким же качеством услуг. Вот как? Как вы считаете, защищаться надо ли защищаться? И какие перспективы на будущее? Потому что очень интересно. Защищаться, безусловно, надо. Коллеги, добрый день. Я расскажу как раз о том случае, когда ваш бренд уже известен, и вы действительно значимы в интернете. Откуда мы вообще все это знаем? Ну, исторически компания занималась расследованием киберпреступлений, и мы видели, как действуют злоумышленники в разных сферах. А поскольку у нас все с вами перешло в интернет, и количество преступлений, используемых высоких технологий, неимоверно растет, то злоумышленники, естественно, используют и крупные бренды для своей наживы и раскрутки. Вот для себя мы разделили все угрозы на четыре блока. Первый – это интернет-мошенничество неправомерное использование бренда. Сюда как раз относится то, о чем упомянула Тина. Это поддельные аккаунты, это просто использование товарного знака для наживы или раскрутки, сайты, клоны, мошеннические схемы, ложное партнерство. Причем это даже используется в атаках на частных лиц. Вот, например, наш клиент Эвелина Хромченко, от ее имени очень много распространяется косметики, каких-то массажеров для лица, очков даже. Естественно, она к этому никакого отношения не имеет, а продаются товары сомнительного качества. Второй блок – это информационные атаки. Ну да, даже если бренд не особо присутствует в интернете или вообще не присутствует на него, все равно может развернуться атака, но информационная. Какие-то бот-посевы, где-то может быть компромат о руководстве. Безусловно, это тоже все нужно мониторить, и это может привести к большим потерям. Третий блок – это фактически частный случай для тех, кто что-то производит. Если есть производство чего-то, то это продается. И вот то, что продается, оно может подделываться, оно может продаваться в серую, завозиться. И точно так же может не соблюдаться партнерская политика. И четвертый блок – это тоже частный случай для тех, у кого есть контент. Это телеканалы, это студии, кинопрокатчики, даже концерн «Калашников» имеет свой контент. Это интернет-пиратство. Да, к сожалению, сейчас контент сфоровать очень легко. Разместить его на любом пиратском сайте и просто получать деньги за то, что к тебе приходит трафик. Как? Ну вот вы спросите, четыре блока, прям всем это нужно? На самом деле, мало таких компаний, кому нужно все четыре блока. Но я приведу пример к компанию Blackstar. Вот у них все четыре блока востребованы, и они борются во всех плоскостях. У них и Тимати использует для каких-то раскрутки быстрых денег, быстрых займов. Информационные атаки против них проводятся. У них точно так же есть бренд одежды, который подделывают и продают за 500 рублей футболки Blackstar. И у них есть контент. Это и музыкальные, и клипы, которые размещаются на пиратских сайтах. Все это приводит к бешеным потерям. Они как прямые, так и косвенные. Прямые – это когда деньги куда-то ушли не туда из-за того, что ваши клиенты отдали свои платежные данные банковской карты, например, или просто заплатили злоумышленнику. Так и косвенные, репутационные. Понятно, что если от вашего имени предлагается какая-то сомнительная услуга или постятся фейковые новости, то это очень сильно просто бьет по вашему бренду и в дальнейшем это все очень дорого восстанавливать. Примерно по суммам. Вот одна схема мошенническая, любая, примерно полтора миллиона рублей приносит злоумышленнику за один сайт. Естественно, они имеют их несколько. В случае с продажами, да, рынок контрафакта в России порядка 81 миллиарда рублей. А в случае информационной атаки вообще деньги могут ходить в космические потери. 1,3 триллиона рублей лишился Сбербанк в результате информационной атаки в 2014 году, когда все люди деньги из банкоматов снимали. Дальше про кейсы. Вот все любят кейсы. Я, наверное, объясню на примерах. Так всегда будет проще, какие онлайн-игрозы могут брендов касаться. Вот кейс футбольный клуб «Спартак». Мы с ними совсем недавно начали работать. И я расскажу о том, чего мы увидели. Вот есть неофициальный сайт по продаже билетов. Вот как вы думаете, да, здесь очень трудно понять, где легально, где нелегально. Понятно, что нелегальный сайт там перекупщики, где-то прям прямые мошенники просто собирают деньги и не предоставляют билеты взамен. Раскручивается, естественно, все через контекстную рекламу. В поисковике многие не понимают, что контекст – это не первая строчка поисковика, это просто купленное место. Все равно кликают, проходят, покупают за бешеные деньги эти билеты. А очень часто многие даже не получают ничего взамен. Естественно, трафик официального сайта падает. Вот мы столкнулись с такой проблемой, что люди перестали покупать через официальный сайт, потому что перекупщики скупают все. И в таких самых интересных случаях на самые интересные матчи не остается билетов. Трафик поэтому официального сайта падает. Как результат, нужно блокировать такие сайты. Это возможно. Сайты-клоны. Их можно очень часто подвести под фишинг и заблокировать через регистратор доменного имени, например. Но есть проблемка. Их много. Вот один владелец, он имеет сеть сайтов. У него и Локомотив, и Спартак, и на ФИФУ у него, и даже на спектакле в Большой театр. То есть, представляете, человек полностью занимается этим бизнесом. Естественно, довольно трудно его переубедить в этом. Есть также другие угрозы для Спартака. Есть огромное количество мерча. Все это продается неофициально, производится неофициально. Где-то символика даже там неправильная, ошибочная. Мы посчитали порядка 10 миллионов рублей в общей сложности сейчас предложение о продаже. Это в соцсетях, на досках объявлений и каких-то там интернет-магазинах. Даже, кстати, на Алиэкспрессе есть их товары. Как результат? Естественно, можно просто просить устранять нарушение товарного знака на сайтах, и вот просто пропадают футболки Спартака с интернет-магазинов, и естественно, трафик идет на легальный сайт. Еще один блок очень такой странный, может быть, для вас, но нам очень знакомый. Это нелегальные поддельные аккаунты в соцсетях. Вот куча аккаунтов в Спартак Москва, Спартак, разные названия. 250 тысяч подписчиков, в общем, в общей сумме на эти поддельные аккаунты. Что там может распространяться, никому непонятно. Там могут быть как и новости, так и продажи какой-то неофициальной атрибутики, поддельные билеты, а может быть, даже какие-то информационные вбросы, информационные атаки на руководство, например, на каких-то игроков. Это все очень опасно, естественно, это нужно контролировать. Второй кейс, еще более такой странный, это химическая промышленность для агрокомплекса. Вот вы, наверное, думали, что бренд обязательно должен в интернете присутствовать, но это не так. Мошенники зарабатывают абсолютно на каждом. создался вот такой вот похожий сайт. Как вы думаете, какой из них оригинальный? Трудно понять, они вообще одинаковые. Да, естественно, вот тут правый в одну букву отличающийся сайт клон. Как они работали? Естественно, также продвигали через контекст в Яндексе и рассылали вот такие поддельные коммерческие предложения. Там был отдел продаж, перезванивали вам люди, говорили, что предоплата, заказ от 50 тонн удобрений вам на весь сезон хватит. Фермеры, не понимая, что это мошенники, отправляли предоплату и ничего не получали взамен. Мы заблокировали такой сайт и нам пришло письмо. Ребята, к сожалению, вы ошиблись. Это мы настоящий еврохим, а вас мошенники развели и вы взяли и заблокировали официальный. Но, опять же, IT-компания, которая на этом собаку съела, мы, естественно, стали смотреть дальше, рыть. Оказалось, что письмо на самом деле было отправлено с сайта Меделеев, с Казот. Посмотрели инфраструктуру, оказывается, что Менделеевск Азот, Росагротрейд, Тольятти Азот, Уралхим, Еврохим. В общем, огромное количество сайтов у одного и того же владельца, который нацелен на химическую промышленность для агрокомплекса. Сайт тоже очень похож. Как вы думаете, какой здесь оригинальный? Здесь трудно догадаться, потому что официально выглядит хуже. У него меньше разделов, у него не работает флэш и все очень печально. Естественно, злоумышленники подошли к этому серьезнее, у них маркетинг круче, продвижение и даже сайт интереснее. Поэтому трафик их даже больше, чем официальный. Две тысячи уникальных посетителей в сутки, а у официального всего один на три тысячи. И генеральный директор Еврохима сказал, что порядка двух миллиардов рублей за последние два сезона потеряли фермеры вот на такой вот атаке. Но, как всегда, заканчиваем про деньги. У меня на этом все, если есть вопросы. Андрей, спасибо большое. Вопросов нет, потому что я с этим сталкиваюсь регулярно. И, собственно говоря, я как раз сейчас переписывалась с одним из руководителей футбольного клуба «Спартак» Наэлем Измайловым. Я знаю про эту историю, и она касается очень многих бизнесов, начиная от спортивного, вообще бизнеса билетов. Здорово, что есть механизмы, здорово, что сегодня в прямой трансляции нас слышат, видят и понимают, что есть такие люди в лице компании «Бренд Партэкшн», к которым всегда можно обратиться и которые, в первую очередь, могут вам помочь заблокировать людей, нечестно зарабатывающихся, на вашей интеллектуальной собственности. А в вторую очередь, ту статистику, которую вы показали, могут даже предложить, как мне показалось забавно, идею покупки этих мошенников. Потому что, может, среди мошенников есть приличные СММщики, которые показывают такие прекрасные результаты, показывающие, что СММ реальной компании работает менее эффективно. Профессионалы, спасибо. Перехожу к Марии Гордеевой, директор по маркетингу агрофабрики «Натурово». Ну, после у нас такой разброс от фэшена до, соответственно, агрофабрики. Но, тем не менее, какие существенные изменения вы можете отметить у компании после брендирования? Потому что вы пошли по пути брендирования, вы вложили в это денег. Поэтому, знаете как, вот вы в этом смысле инновационные люди, потому что все считают, ну что это такое бренд, это какой-то рисунок. Но весь мир прекрасно понимает, и представители, соответственно, компаний, которые занимаются лицензированием брендированием, знают, что бренд – это капитализация, бренд – это деньги, бренд – это возможность инвестиций. Поэтому мой вопрос простой. Компания до и после брендирования, как она изменилась? Ну, сама компания находится на рынке более двадцати лет. То, что вы сейчас видите на экранах, это окончательный наш вариант бренда, который сейчас работает. Как мы пришли к тому, что нужен бренд? В общем, еще где-то предпосылки к необходимости бренда возникли в 2007 году. Начали появляться первые бренды на рынке именно плодоовочной продукции. Какие были проблемы? Дело в том, что рынок отличается тем, что любой желающий может торговать при наличии любого количества продуктов. И отсутствуют входные барьеры на этот рынок, нет стабильности качества, нет стабильности поставок товаров. Страдали как покупатели, так и сами, ну, как розничные, так и оптовые покупатели, страдали также поставщики. Почему? Потому что не было доверия, скажем так. И появились причины, то есть это возможность отстроиться от недобросовестных поставщиков продукции на рынок, которые не соблюдали поставки вовремя. Ну, допустим, торговые сети, они работают на гарантированных поставках. Это понятно, что когда вы приходите в магазин, вы обязательно хотите видеть помидоры на прилавке. Если их нет, то тогда в эти магазины уже покупатель не идет. И создать входные барьеры, то есть качество товара, не должен страдать покупатель от этого. И третья причина, которая еще была, это бренд все-таки легче продвигать. Каждый следующий продукт, известный под известным брендом, продвигать гораздо легче. Бренд это обещание, он создает ожидания, которыми нужно соответствовать, дает возможность закрепиться в головах. Бренд это контракт между потребителем и продавцом. И бренд это стимул, он толкает компанию на развитие, совершенствование технологий производства, достижение определенного уровня качества продукции. И бренд как объект интеллектуальной собственности. Ну, компания понимала, что это актив компании, который позволит ей выделить свой продукт среди аналогов. И будет, ну, как средство повышения прибыльности, потому как при прочих равных условиях выберут товар известного бренда. Но мы столкнулись с тем, что бренд, он должен, как соответствовать, он должен быть универсален для всей продукции. Допустим, первый вообще изначально бренд в 2007 году, название для бренда, которое появилось, это были калининградские овощи. Однако компания напрямую поставляет апельсины из Марокко в Калининград. И когда их невозможно было запаковать в упаковку с названием «Овощи, выращенные на родной земле». То есть это вызывало смехотворность. Поэтому в 2013 году уже возникло само название «Натурово». И после этого в 2014 году появилось само изображение графическое. С чем столкнулась компания, продвигая бренд на рынке? Мы поняли, что его необходимо зарегистрировать, во-первых, за собой, потому как часто стали пользоваться недобросовестные поставщики товара, прикрываясь брендом и говорить, что мы продаем продукцию именно агрофабрике «Натурово». Но зарегистрировать в Роспатенте это еще… То есть это был первый шаг компании. Дело в том, что кроме этого, понимаем, что это не полная защита бренда, должна быть определенная разработана целая система, она у нас есть в законодательстве, но это как сложно все-таки использовать, защитить бренд, потому что не должно возникать, вот как ребята говорят, появляются сайты там и так далее, но не должно возникать, настолько должно быть строго это все, возникать желание вообще пользоваться чужим брендом. И первое, если бренд не защищен, то два возникают проблемы. Либо он умрет, потому что им воспользуются недобросовестные покупатели, а второе – это то, что бренд могут забрать… Если бренд не зарегистрирован на вас, то его может забрать кто-то другой. И у нас был примерно такой случай, но у нас бренд был зарегистрирован. И был прецедент, когда мы доказывали, что бренд был зарегистрирован раньше, и на самом деле ребят просто подвели их дизайнеры, когда взяли наш бренд за основу. После того, как мы получили бренд, что получила компания. Значит, с 2014 года оборот компании… Во-первых, был выработан принцип работы компании – делай хорошо, доводи все до конца и постоянно совершенствуйся. Оборот компании увеличился в четыре раза. На региональной премии дважды был присужден нашей агрофабрике бренд года. И продукция компании была принята на рынке Санкт-Петербурга. И мы поняли, что все-таки бренд имеет большое значение, его легче продвигать, и все-таки нужно совершенствоваться и соответствовать уровню, который заявлен. Мария, спасибо вам большое. Ну, что уж тут говорить, особенно когда речь идет о продуктах питания. Вот. Поэтому очень интересное выступление. Спасибо вам, спасибо всем панелистам. Это было очень интересно и познавательно, потому что все вы представляете разные сферы российской экономики и ваш опыт, ваши перспективы внутри российского рынка, за его пределами. Я надеюсь, был полезен всем, кто смотрел нашу трансляцию. Итак, есть возможность задать вопросы из зала, если они есть. Можно, да. Добрый день. Компания «Интелс», у меня вопрос к «Заурубеку». Вот в России, да, как бы в последнее время пользуются популярностью и большой спрос. Интерес идет на подачу таких нетрадиционных товарных знаков, да, как обонятельные, мы в Российской Федерации имеем опыт, как бы, регистрации таких знаков, как обонятельные, тактильные. Сейчас регистрируем цветовой товарный знак. И у меня вопрос касательно мирового уровня международной регистрации. Есть ли цифры, либо какая статистика вот касательно именно такого плана регистрации таких нетрадиционных товарных знаков. Ну, я сейчас не говорю, конечно, про красный цвет лобутена, да, всем известно, что он со скандалами все это регистрировал. Вот какие-то другие примеры есть на мировом уровне? Спасибо. Да, спасибо большое. Ну, на самом деле, практика здесь различается очень сильно от страны к стране. Статистики у меня, естественно, нету. Это прерогатива каждого конкретного патентного ведомства в соответствии с национальным законодательством предоставлять правоохрану, таким нетрадиционным товарным знаком не предоставлять. Но, в принципе, в целом в рамках мадридской системы в тех информационных ресурсах, которые на сайте доступны и в системе, которая позволяет смотреть непосредственно на национальное законодательство, национальную практику, там вы можете по каждому конкретному ведомству, которое вас интересует, найти, во-первых, правовые нормы, которые регулируют эту практику, ну и, соответственно, то, как ведомство применяет эти нормы. Спасибо большое за Урбек. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Спасибо. 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 Но все-таки вопрос такой достаточно важный и, ну, для региона значимый, ну, или, в принципе, в вопросах России, явная инициатива должна исходить не от нас, не снизу, все-таки должно поступить некое предложение, которое должно заинтересовать, в принципе, как идея звучит здраво, звучит интересно. Но пока даже где-то набреющим не проскакивало где-то рядом подобного предложения, с удовольствием бы можно было такое попытаться что-то организовать. Саша, спасибо большое. Еще вопросы есть? Пожалуйста, давайте так за это. И я надеюсь, что сидящие здесь в зале... Представьтесь, пожалуйста. Близнец Иван Анатольевич, ректор Академии интеллектуальной собственности. Я надеюсь, что сидящие в зале все понимают, что бренд не охраняется, а бренд это собирательное значение. Вот, к сожалению, никто на это не обратил внимания. И вот пример последнего мне как раз... Я решился задать вопрос. Вы видите, 20 лет работают на рынке, а зарегистрировали только в 2014 году. А почему ранее не было необходимости или почему не регистрировали вы как товарный знак, именно как только открыли бизнес? Ну, компания к этому пришла. Дело в том, что я же говорю, что изначально был бренд овощика Ленинграда. И он нам не очень подходил, когда начались поставки прямые из дальних стран. Поэтому бренд... Ну, мы сделали такой ребрендинг. И в 2013 году был сделан наш логотип, торговая марка, оформлена. И регистрацию мы получили в 2014 году, а документы в 2013 году подавали. Спасибо большое. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что, видимо, дискуссия была крайне полезной. Потому что даже несмотря на то, что мы ограничены по времени, я вижу, что ей желаю еще задать вопросы. Но вы меня простите, пожалуйста. Я надеюсь, что руководство Ленинграда понимает, что интерес к данной теме есть. И есть потенциал для разговора. Поэтому уверена, что мы еще не раз встретимся. Поэтому, уважаемые члены панельной дискуссии, хочу вам каждому персонально сказать большое спасибо на самом деле за очень интересный и конструктивный разговор. Я лично для себя, надеюсь, как и все остальные присутствующие, узнала массу полезных, нужных и важных вещей. Я надеюсь, что этот продуктивный разговор о том, что российский рынок интеллектуальной собственности будет являться важной составляющей инновационного развития нашей страны, будет продолжаться. Поэтому спасибо вам большое, удачи вам в ваших бизнесах, защищайте свою интеллектуальную собственность, наращивайте капитализацию, удачи и успехов. Спасибо большое. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.